Большой ребенок Джарел Миллер родился 15 июля 1988 года в Бруклине. Отец Джарелла был латиноамериканцем, а мама родом с Карибских островов. В детстве он был тихим, но агрессивным ребенком, который без колебаний принимал участие в драках, когда чувствовал себя оскорбленным. На пике таких боев его исключили из средней школы в Бруклине за нанесение серьезных травм однокласснику. Также он был весьма полным ребенком. Полные дети часто подвергаются насмешкам со стороны сверстников. Не избежал этой участи и Джарелл. В школе его обзывали сдобной булочкой. В 14-летнем возрасте Миллеру надоело терпеть издевательства, и он начал заниматься кикбоксингом. Он провел успешную карьеру в любительском кикбоксинге. Его рекорд составил 14 побед и 0 поражений. 7 побед было добыто нокаутом. Также он выступал на соревнованиях по муай-тай. Миллер работал на нескольких дополнительных работах после того, как окончил среднюю школу и в первые дни своей карьеры. Сначала он работал в автосалоне в течение 6 месяцев, а затем в течение 3 лет работал охранником. В профессиональном кикбоксинге его рекорд составил 22 победы и 2 поражения. Оба поражения он потерпел от Мирка Крокопа. В 2007 году он дебютировал в любительском боксе. В 2008 году Миллер, имея в активе всего 2 любительских боксерских поединка, принял участие на престижном нью-йоркском турнире «Золотые перчатки». Он дошел до финала, досрочно одолев всех соперников. В решающем поединке он вступил Тору Хамеру. В итоге 18 июня 2009 он дебютирует в профессионалах с любительским рекордом, 10 побед и 1 поражение. Дебют он начал с технического нокаута в первом раунде. Набив рекорд 14-0 23 октября 2015, Миллер встретился в бою с перспективным 27-летним узбекистанским боксером Ахрором Муралимовым, которого Миллер победил нокаутом в третьем раунде. В 2014 году Миллер был временно отстранен атлетической комиссией штата Калифорния за положительный результат теста на допинг. Миллер признал обвинение и через несколько месяцев ему разрешили вернуться на ринг. 22 января 2016 состоялся бой Миллера за титул временного чемпиона Северной Америки Донованом Деннисом, которого Миллер победил техническим нокаутом в седьмом раунде. 27 мая 2016 он завоевал титул чемпиона Северной Америки в поединке с Ником Гивасом, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде. 29 июля 2017 он встретился с Джеральдом Вашингтоном. Вашингтон хорошо начал первый раунд, много двигался и работал джебом. Но уже в конце раунда Миллер стал успешно сокращать дистанцию и доставать своего оппонента ударами в голову и по корпусу. Со второго раунда в ринге началось медленное, но методичное избиение Вашингтона, которое ему удалось прекратить только в начале шестого раунда, когда он провел целую серию хороших точных ударов в голову Миллера. Впрочем, уже в конце этого раунда Джеральд Миллер едва не завершил бой досрочно. От нокаута Вашингтона спас гонг. Седьмой и восьмой раунд также прошли при полном доминировании Миллера. И сразу же по окончании восьмого раунда секунданты Вашингтона сняли его с боя, отказом от продолжения боя. 11 ноября 2017 он провел бой с Мариушем Вахом. Вах неплохо провел первый раунд, однако в последующих раундах доминировал Миллер. Он действовал бесхитростно, налегая на размашистые боковые и старался пробить апперкот правой. Но так ни разу и не потряс Ваха. Стойкий польский викинг не собирался уступать, пытаясь отвечать на прямолинейные атаки Миллера. И наверняка бы достоял до конца поединка. На шестом раунде поляк сломал правую руку. В девятом раунде рефери принял решение остановить бой, в котором у поляка уже не оставалось шансов на победу. 28 апреля 2018 Миллер в бою против Жана Диопа впервые прошел дистанцию 12 раундов как профессионал. Миллер выиграл Диопа в одностороннем бою единогласным решением судей. Затем 6 октября 2018 во втором раунде он нокаутировал Томаша Адамека. И 17 ноября 2018 заявал титул временного чемпиона по РСИ WBA, NABA и вакантный титул чемпиона по РСИ WBO, NABO в супертяжелом весе. В поединке против Богдана Дину. В первых двух раундах Дину имел преимущество. Он успешно работал с дистанцией и использовал джеб. В конце первого раунда Румын дважды смог потрясти Миллера точным правом через руку. Миллер же работал в своем привычном стиле, оказывая постоянное давление и делая ставки на удары по корпусу, что вскоре начало приносить свои плоды. В третьем раунде Дину фактически оказался в нокдауне после левого хука в печень. Однако рефери посчитал, что удар нанесен ниже пояса и не открыл счет. Но уже следующий раунд стал последним. Сначала Миллер отправил соперника в нокдаун многоударной комбинацией, а затем сделал это еще раз. На второй раз Дину уже не смог подняться до окончания счета, и рефери зафиксировал нокаут. В середине февраля 2019-го было официально объявлено, что 1 июня Джарел Миллер должен встретиться с Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира по нескольким версиям. Но в середине апреля стало известно, что Джарел Миллер провалил несколько контрольных допинг-тестов подряд. Ему было отказано выдача боксерской лицензии, и он был отстранен. 9 июля 2020-го он должен был выйти на бой с Джерри Форестом, но в конце июня 2020-го стало известно, что он опять в очередной раз провалил контрольный топпинг-тест, за что получил очередной срок дисквалификации. Никого эта ситуация не может возмутить сильнее, чем меня. Я потерял миллионы долларов, на кону оказалась моя карьера. Есть информация, которая в итоге всплывет. Я делал большие ошибки и потерял финансовые вознаграждения за бой с Джошуа, что стало для меня тяжелым ударом. Я знаю, что снова облажался на глазах у всего мира. Как вы думаете, зачем мне что-то повторять, если я знаю, что это мой первый бой после возвращения, и я помню, с какими финансовыми проблемами и трудностями я столкнулся в своей жизни. Я хочу, чтобы массовая аудитория подумала об этом. Я готов принять отстранение и делать ежемесячное тестирование, но пожизненная дисквалификация – это безумие. Я зол, но всему этому есть объяснение. Я и моя команда работаем над этим. Всем спасибо за просмотр видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если есть желание поддержать канал Копеечкой, то ссылки в описании. Также, если есть предложения или вопросы по сотрудничеству, ссылки также в описании. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok